Игроки баскетбольного клуба «Самара» преподали хороший урок «Динамо» из Владивостока. Дебютанты турнира не смогли оказать серьезного сопротивления действующим чемпионам и капитулировали еще на старте поединка. В первой четверти подопечный Игоря Грачева отправили в цель сразу пять трехочковых, благодаря стараниям Шеликета, Гаврилова и Барашкова. Во втором отрезке встречи волжане увидели эффектный данг в исполнении Александра Семенюка и изобретательные передачи Александра Гаврилова. К большому перерыву хозяева паркета оформили плюс 21. Экс-игрок «Самара» Алексей Галихов, который сейчас возглавляет «Динамо», не смог достучаться до своих подопечных, и игра в одну корзину продолжилась. В какой-то момент «Динамовцы» опустили руки и совсем перестали оказывать сопротивление сопернику в обороне. Как итог, уверенная победа хозяев со счетом 91-54. Этот поединок явно пошел на пользу новичку «Самары» Роману Лагутину. Защитник хорошо вошел в игру и набрал 11 очков. Хотелось, конечно, играть по четче в защите, отрабатывать больше, начинать от защиты играть. И партнеры доверяют, получаю мяч в такую. Поэтому только рад, радует болеть. Игорь Грачев дал короткий комментарий после игры. Сыграли, так скажем, с желанием. Более-менее где-то там активно, агрессивно сыграли в защите. И, ну, хорошо, что сыграли практически все 11 игроков. Примерно одинаковое количество времени. Ну, тот весь комментарий на сегодняшнюю игру. Молодой наставник «Динамо» Алексей Галихов заявил, что план на игру не сработал. Сложно, на самом деле, как-то комментировать. Но не выполнили те установки, которые мы хотели. У нас свои задачи. Мы, конечно, стараемся играть на победу. Но мы все прекрасно понимаем в данной ситуации. И, ну, такие мини-тренировки. Эти игры – это мини-тренировки. После трех игр в Суперлиге «Один» Самара имеет стопроцентный показатель по победам и идет в группе лидеров первенства. Следующий матч волжане проведут на выезде в Сургуте против команды «Университет Югра». Встреча состоится 27 октября. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.